Субтитры делал DimaTorzok Итак, в прошлой серии мы были, собственно говоря, в доме у Хлои, сразу после того, как переместились там через фотки, все дела, нашли некоторую информацию в кладовке, в гараже у Дэвида, координаты там какие-то, ну в общем разбираться будем потом, когда будем сопоставлять все и выяснять, что же было на этой добаной вечеринке и что случилось с Рэйчел. Ну и сейчас мы должны были идти с Хлоей в общагу и искать телефон Нейтана, ну а она зацепилась языком с Джастином, а мы с ней. Не забывай. Субтитры сделал DimaTorzok Так что ее искать, они же все подписаны Какого-то там весело, что-то написано Эван роллит СМС Оу, Кортни, Кейт, Кортни Хей, подружка, приходи в мою комнату Как будет время, я дам тебе модную косметику Вау Спасибо, Кортни, сейчас я завела Завалена, во Завалена домашка, но позже я обязательно зайду к тебе Спасибо за предложение Да, у нас есть пропуск На вечеринку, так что у нас все в порядке Ну и Хлоя, так, как багаж Это со мной Кейт Так Та-та-та-та-та, секунду Супер Макс, если еще нужно Нейтан живет в комнате 111 Кейт, ты отпад, спасибо СПС С тобой я могу почувствовать себя бунтаркой Ты уже бунтарка, поверь Тебе всегда Тебе-всегда И пожалуйста, будь осторожнее Обещаешь? Конечно, буду держать тебя в курсе Знаю, что будешь Ну конечно, наверняка он этот номер купил Но я хочу повтыкать на все комнаты Они там вдвоем Интересно Бумага, зашибись Сразу видно, что пацанское отделение Это еще что такое? Действительно Плач, хипстер, плач Она здесь красивая, кстати, получилась Все-таки у мальчика есть талант Может они тут вместе живут Хотя, как я понимаю В этой общаге Вот эта комната В этой общаге Как бы Ну У каждого свою комнату Прикольно Скумк-вейд И видеогейм Я чувствую, что Хейден Пришла Хейден Это че? Это че? Ясно, короче, здесь все Это че за Бедный Уоррен Время проделка Нейтана Что-то написано Внимание Здесь живет Пидорок Или пидорок Господи Так, а у Уоррена Сто девятая комната Шикарно Я помню, что мы тут Сыжие Что, заходим Так по-тихому Закрыто? Макс Да ты че Дура Вообще А теперь мотай Проектор Богатенько у него тут Джойс Макс Теперь когда Чего? Подожди Макс Теперь когда Дэвид ушел Мне нужно, чтобы Хлоя Научилась избегать конфликтов И скандалов Правда, с этим Могут возникнуть проблемы Если вы с ней будете Замешаны В противозаконных действиях Например Этот Ночной Взлом Блэквелла Можешь Ничего не объяснять Я знаю, что произошло Я надеялась, что ты Подашь ей Хороший пример Но похоже Она опять В тупике Ты бы могла Оказать на нее Хорошее влияние Но только если Вы обе Не решите Играть по-плохому Так или иначе Теперь она Не сможет Больше Во всем Винить Дэвида Прости, Джойс Даже я Иногда Творю Глупости Но я стараюсь Положительно влиять На Хлою Знаю, Макс Все Забывают Что вы Еще Не совсем Зарослые Интересно Плеер Плеер? Ни хрена себе Такой Гигантский Плеер Хм Хм Привед Говнюка Нам нужно поговорить Иначе Все узнают Что ты натворил тогда ты за все поплатишься, хуйло. Дерьмо. Так, чё-чё, плакатик. Книга. Чё за книга? Обуздание гнева. Птички. Как я понимаю. Лампа. Бывает, бедная лампа. Грамота, за что? Плюшится на свете. Ути-пути. Почему сразу сволочь? Я думала, что Виктория получила фото-блин, но, опять же, Прескоттс рула. Чё? Особенно, если он запивает это всё вот до жидкости из той бутылки. как делишки, получатся на свете. Как делишки, получатся ли Виктория. Привет, красотка, перед вечеринкой, скажи мне, что ты наденешь, чтобы я надела что-то такое же стильное и дорогое. Я так возбуждена за предстоящие вечеринки, что заранее добыл наркоту. Я даже попросил отца держать мусоров подальше от Блэквелла, так что мы можем без последствий нажраться в жопу. Зашибись. Если у нас будет конец света, так давай, блядь, правильно его отметим. Я ведь прав. Я так понимаю, это видео с Кейт. Мы его не посмотрим. Ладно. Клуб Циклон, Октябрь, Патти, Харкейтс. Ясно. Так, не беспокойся. Правитель Шон Прескотт, получатель Нейтан. Нейтан, я понимаю, что эта неделя была напряженным и всегда рядом, если вдруг тебе нужно поговорить. Можешь в любое время назначить встречу. Твоя мама хочет снова позвать доктора Билла после того, как он закончит свое турне в поддержку книги. Но лично я советую тебе просто принимать лекарства. Мне нужно, чтобы ты был тише воды, ниже дровы, пока мы... Пока мы взводим пан Эстетс. Знаю, быть Прескоттом тяжелое бремя, и я буду наставлять тебя шаг за шагом, как это делал мой отец. Мне было тяжело, когда отец открыл мне глаза на нашу судьбу, но когда-нибудь ты поблагодаришь меня. За Блэквиллу не переживай. Этой дыре мы пропишем клизму. О боже. И заодно... Заглянем в вечный позор. Мне нужно, чтобы ты был готов поднять его под себя. Подмять. Когда настанет нужный момент. Не налажай, сынок, твой отец. Пряльца какая. Блин, опять текст. Короче, Нейтану от Кристин Прескотт. Тудо Бэн из Бразилии, братишка. Я давненько ничего от тебя не слышала, так что чиркни мне пару строк о своей учебе в Блэквилле. Я уже всем своим коллегам в корпусе мира... Интересно. Похвастовалась, что мой талантливый братик Нейтан получил полную стипендию в одной из лучших школ искусств мира. У меня не часто выходят проверять свою почту или телефон. Но, пожалуйста, 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 пришли мне пару фоток кампуса, чтобы я могла представить, каково тебе там живется. Скучаю по тебе и твоим снимкам. И да, мама рассказала мне, что ты попал в неприятности, а отец вовсю тебя отчитывает. Тебе нужно научиться либо игнорировать его, либо отстаивать свою точку зрения. Ты знаешь, как я люблю отца, Нейтан. Но из-за него я вынуждена торчать в джунглях на краю мира. Он словно хулиган, унаследовавший власть. Власть, но не мудрость. Единственный способ бороться с ним – давать сдачи. Не позволяя ему превратить и тебя в такого человека. Лишь из-за какого-то наследства. Все, я закончила читать тебе нотации. Просто хотела, чтобы ты почувствовал себя как дома. Возвращаюсь в джунгли мысленно с тобой. И чирка мне пару строк в ответ. А то пришлю тебе ягуара. Целую и обнимаю. Прелесть. Таблетки для похудения. Ух ты, народа. Вау. Кис-с-с-муч, Принципал Уэллз. Так, от ректора Нейтану. Нейтан, я хотел бы принести свои извинения за недавнее обвинение в твою сторону. Твоя фамилия и успеваемость говорят сами за себя. Студенты готовы это использовать, чтобы заработать себе имя в Блэквилле. Мне известно, что твой отец был очень огорчен даже, несмотря на мои заверения о том, что ты бы ни за что не принес оружие в школу. Я не хочу, чтобы ты отвлекался от занятий. И разумеется, этот вопрос будет решен к концу недели. Если у тебя возникнут какие-то вопросы, можешь всегда обратиться ко мне. Все, закончились письмена. Подарок. Интересно. Так, мне нужно телефон найти. Это говнюк. О, боже. Это говнюк. Это говнюк. Это говнюк. Это говнюк. Нейтан Прескотт. А где может быть его телефон? Может я что-то пропустила? Лампа. Прыгать ты у нас не прыгаешь. Постой. Ты сама-то знаешь, где его искать? Постой. Играет музыка. Играет музыка. Извините, я просто все читала. Играет музыка. Слушайте, а мы ведь можем отмотать потом, да? Хотя я не знаю, можем ли мы там отмотать. Они же по идее должны уйти, это смелые локации и все дела. Ну, просто вот так хочется, чтобы Ворон его пиздил. По-хорошему так. Ай, ладно. Ты любишь отмотать людей, как Макс, как Кейт, как мне? О, чувствуй это, мотарь. О, мой гад. Ворон! Да, надо было все-таки вмешаться. Да, главное, я пушку забрала. Да, молодец. Ути-пути. Может тебе... Слушай, может тебе помочь? Но я не могу тебе помочь. Ладно. Вопрос, какие будут последствия от этого? Ладно, я надеюсь, то, что он не умрет. Это было реально круто. Реально страшно. Такой ути-пути, такой котеночек. Ты не я, он его избил. Я не знаю, что он не умрет. Будь на связи. Альфа-самец. Давай, пизду отсюда. Да, мы же должны ему деньги дать. Эх, поехали. Фрэнк-то так Фрэнк. Фрэнк. Это очень сложный выбор, честно говоря. То есть, я уже посмотрела, какие там две концовки. Я не знаю, какую лучше все выбрать. Зачем тебе краска в машине для волос? Да. Да. Да, реально лучше вот по-тихому. Потому что Фрэнк кажется таким четким пацаном, который, я так думаю, нам еще пригодится. По сюжету как-то. Я не знаю. Ну, в общем, такой пацанчик нам нужен среди друзей. А не среди врагов. Поэтому, пожалуйста, пушку только тогда, когда он будет кому-нибудь живот вспарывать. Хлоя, я бы тебе не советовала так спокойно разгуливать. Меня подожди. Что, стукнуть что ли? Нет, взглянуть только. Тонирование? Ну, я не знаю. Слушай, его шапка там лает. Что ты там такое рассматриваешь? Подожди. Мусор? Свинья. Пить плохо. Пить плохо. Подожди, пока не стучай. Я еще не все повтыкала. А что с ним будет-то? Что, стукануть? А, поговорить. Ладно. Поговорили. А почему я не могу постучать? Может я хочу? Может я хочу? Что, стукануть? Что, стукануть? Подожди. подожди. А если бы они расплакались? Ну вообще-то мы их у тебя уже забрали У него глаза такие сейчас О боже Так, ладно Вообще-то мы уже Вообще-то ты уже отдавал, да, действительно Отдавал уже к нам ключи Ты не понимаешь О боже, я ненавижу тебя, Blackwell-шит Ты предупреждаешь все за свободу Ты не получаешь никакие передачи Я работаю для нас, понимаешь? Да, Франк, без этих Blackwell-шит Хлоя? Что-то ты всех перестреляла О май га-а ад Поговорили Тихо. А можно я мутную и мы как-нибудь без драки разберемся? Пиздец. Пиздец. Хлоя, да ты еще, блин, киллер прирожденный, что ли? Погоди, я ведь могу мотнуть? Наслаждаемся перемоточкой. Кошмар. У нас такие смешные глаза на перемотке. Ну давай, мотай, 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 ну давай быстрее, ну пожалуйста, я верю в тебя. Он сам. Дугль 2. Будь осторожна. Будь осторожна, хорошо? Не дай Фрэнк ни excuses, чтобы идти баллистик. Нужно его помощь, Клоуи. Будь осторожна. Будь осторожна, маленькая частная техника. Будь осторожна. Хм, обойдемся без руки, не обойдемся без оружия, закрой дверь, может дверь закрыть, потому что ругаться мы так будем, окей. Чем-то там закрыл мне, интересно, пальцем что ли? У тебя же ключей нет! Спасибо, Фрэнк. Блин, вот опять к тому же приходим. Ты меня напугал? Я давала твоей собаке кость. Обожаю собак, помпиду милый. Я давала твоей собаке кость. Обожаю собак, помпиду милый. Блин, какой сложный выбор. О боже. Блин. Ладно, все равно перематывать будем. Я не знаю, наверное, вырежу этот момент, где я тут перематываю, чтобы вам не смотреть это по 200 раз. Так, ну давайте, давайте, давайте. Я обожаю собак. Я обожаю собаке, период. Я надеюсь, что у меня был один тренинг как твои. Да, он был плохим тренинг раньше, очень плохим. Но он умер сейчас. И я тренинг помпиду, как быть мой друг. Это очень круто, Фрэнк. Твоя птица счастлива ты пришла сюда. Может быть, мы можем посетить на rescу Рэчэл сейчас? Рэчэл? Это почему ты действительно здесь? Да. Мы так близко к найти ее сейчас, Фрэнк. Мы нужны все помощи мы можем получить сейчас. Особенно от тебя. Письмо, фото. Может, письмо? Потому что фото, ну, письмо. Тихо! Да, нужно было сказать про фото. Опять! О, это уже совсем другое дело. Ну, хоть не убили. Девочки, так дело не пойдет. Погоди! Погоди! Больше эпичности! Да, мотай! Погоди! Не можете вы, девки, миром общаться? Вообще, совсем! Все, поехали! Следи за языком! Так, денюжки давай Так, закрой дверь, пожалуйста Или обойдемся без ругани Обойдемся без оружия Нет, лучше закрой дверь, потому что без ругани В принципе, здесь можно обойтись Хотя Давайте обойдемся без ругани Вот так Так, извините, что мне слышно, Брэнк Брэнк Ты меня напугал Боже мой Да-да-да-да-да-да-да Я обожаю собак Я люблю Да-да-да-да-да Это очень... Может быть мы можем... Да Ты и Клоу Почему он сразу за диалогом в окно не вмотает? Мне вот интересно Браслет, что же ты скрываешь? Фото Я думала, она сейчас скажет про другой снимок, ну ладно Фрэнк, ну пожалуйста Спасибо, Фрэнк Спасибо, Фрэнк Спасибо, Фрэнк Вот примерно так девке нужно решать вообще все проблемы. Шикарно. Где там Хоя? Я так понимаю, теперь у нас все есть. Так, связь между зацепками. О, Фрэнк, я же говорю, он нам еще пригодится. Какая у него сюезная фотография. Привет, Макс, решил вот пожелать вам своей удачи в поисках с той... с той немного ее частью, что у меня еще осталось. Спасибо, Фрэнк. Чем больше нас, тем больше у нас удачи. Понятно, почему ты нравишься Хлое. Заглядывайте, если захотите оторваться и удачи. Так, теперь у нас еще и Фрэнк наверняка есть, да? У нас сейчас четвертый эпизод. Нет, не то. Люди. Да. Я-то понимаю, эти же фоточки она в сообщениях использует. Мне-то интересно, что означают эти звездочки. Ладно. Так, у нас охраненница прошла, слушайте. И я хотела сказать то, что на этой прекрасной новости серию моношу завершил. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok